Привет, дорогой зритель! Это Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. Вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите внимательно. Необычный день рождения на улице Левитана. Неожиданный склад на Комсомольской. Это как будто бы лень 80-го уровня. Чем заняться в грядущие выходные? Ну а 28 октября юбилей Кировского клуба КВН плавно будет притекать в вечеринку «Мы молоды душой». И как поднять себе настроение в дождь? Ну не в своем же возрасте я по лужам буду прыгать. Сочтут ненормально. А начнем мы с вами с дня рождения. Маленький юбилей отметила яма на улице Левитана около дома 3. Местные жители поздравили яму с месяцем рождения и принесли в подарки тортик, принесли шарики. А коммунальщики, которые следят за этой ямой, даже впервые за месяц установили ограждение. Увы, в фотоотчет ограждения не попало, а яма во всей красе. С днем рождения, яма на Левитана! А если и вас что-то бесит в вашем дворе, возьмите мобильный телефон, снимите и расскажите вот прям правду матку. И отправляйте к нам рубрика «Ай-яй-яй». Сегодня Кировчанка с улицы Комсомольской рассказывает про смекалистых соседей. Ай-яй-яй. Знаете, бывает так, выходишь на лестничную площадку, а там стоит мусор, который нерадивый сосед выставил из квартиры, чтобы он дома не пах. Как удобно, как здорово придумали, и ведь главное, выносить-то никуда не нужно. Единственная проблема, что это не личный балкон, а все-таки общественная собственность. А потом, интересно, каким образом вызовут кран и все разом вывезут. Это как будто бы лень 80-го уровня. Не знаете, чем заняться выходные? Антон Данченко специально для вас в рубрике «Выбор редакции» предложил несколько вариантов, как отдохнуть в уикенд. Рубрика «Выбор редакции». Ау, простись. Ты думаешь, что на этих выходных все будет слишком скучно? У меня для тебя есть другие новости. На этих выходных в Кирове будет куда сходить. И прямо сейчас мы расскажем тебе, куда. Это «Выбор редакции». 27 октября можно посетить семейный кубинский праздник. Что мы знаем о Кубе? Это остров. Остров свободы! Семейная кубинская вечеринка пройдет в аквапарке. Ну, а гвоздем вечера станет маленькая водная революция. От тренера по плаванию Ираиды Чи Геваровны. Если ты думаешь, что после аквапарка можно будет пойти спать... А-а-а, а-а-а, а-а-а-а. Ведь 27 октября в ДК «Родине» состоится юбилей. 25 лет Кировскому клубу КВН. Чемпионы за 25 лет на сцене ДК «Родина». Мы с вами увидим создателей таких шуток, как... Ха-ха, смотри, у тебя вся спина белая. Так, что это у тебя? Что это на носу у тебя? Ать! По всей видимости, с поднятием пенсионного возраста продлили и обязательный срок игры в КВН. Ну, а 28 октября юбилей Кировского клуба КВН плавно будет перетекать в вечеринку «Мы молоды душой». Ну, надо же фронтменам команд куда-то сходить потанцевать со своими фанатками. Это был целый мешок мероприятий на эти выходные. Бери с собой и отправляйся развлекаться. Ну и, наконец, дорогие зрители, если вас расстраивает дождь, не расстраивайтесь. Найдите способы улыбнуться ему и как-то поднять себе настроение. Как это сделал Антон в нашем традиционном опросе. Пытаться ловить капельки дождя ртом, бегать под дождем и прыгать по лужам. А как еще можно развлекаться в дождь? Давайте узнаем прямо сейчас. Как повеселиться в дождь? Повеселиться? Да. Сидеть дома и водку пить. Гулять и все. Просто гулять под дождем? Да. Мне хорошо. Погода прекрасная, правда? Вообще классно. Как можно в дождь повеселиться? Что делать? По лужам бегать, как в детстве. Ну не в своем же возрасте я по лужам буду прыгать. Сочтут ненормально. Сходить в бассейн. В бассейне же тепло и хорошо. Сходить в филармонию, сходить на концерт или в театр. Я люблю почитать, посидеть у огня, просто под дождем походить. Вот, кстати, недалеко пожарная часть. Возьмите разрешение, разводите костер и развлекайтесь. Можно и попрыгать, и побегать, и хороводы поводить. А лучше всего с парой, с парой. Вы же молодой человек, у вас должна быть пара. Играть. Во что? Волейбол. А где у нас лучшая площадка для волейбола? Не знаю, я в своем колледже играю. Как вот развлечься в дождь? Как повеселиться? Я не думал об этом. Может, попрыгать по лужам? Можно. И на сегодня это все. Встретимся уже на следующей неделе, и она будет такой же счастливой или более счастливой, чем предыдущая. С вами был Роман Корнеев, и это была «Вятка Туда», и как новости, только душевнее. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok